Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новость Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьевой. И смотрите сегодня выпуски. Основу успешного сезона городские службы закладывают сейчас. Одна из лучших сельских школьных столовых в Анапе. День полиции – праздник, который мы отмечаем со всей страной. Первый заместитель главы Анапы провела общегородское планерное совещание. Светлана Яровая вынесла на обсуждение самые острые на сегодня вопросы – уличное освещение, разрытие, содержание пляжных территорий и подготовка юридической основы для работы в будущем сезоне. Задачи службам поставлены, сроки для исполнения отведены сжатые. 20 сельских улиц каждый вечер остаются в темноте. Бесхозные линии уличного освещения энергетики отказываются обслуживать. Глава города сдвинул проблему с мертвой точки, заставив провести ревизию и принять на баланс сети. Что происходит сегодня в службах? Решение вопроса попросту заволокители. Прекратить этот футбол и взяться за работу потребовала Светлана Яровая и дала два дня для того, чтобы представить четкий график подключения улиц. Людям должно быть все равно, что мы там. Получили мы тех условий, какие-то авторы сграничения, еще какой-то там дологняк. Людям все равно, они должны идти домой по Светлану улицам. Значит, я еще раз повторяю, четверг жду предложения с самой кратчайшей сроки. Следующее поручение муниципальному контролю. Составить реестр разрытий с указанием заказчиков работ, сроков и качества восстановления дорожного полотна, тротуаров и газонов. Тем, кто не соблюдает требования городских властей, грозят не только штрафы. Я очень рекомендую, да нет, я даже уверена, я возьму это на контроль, этих подключиков, но наших строительных работ больше не будет. Освобождение пляжных территорий от торгового хлама на этой неделе уже не тема для обсуждения. К работе приступили еще на выходных. На этой неделе закладывается правовая основа. У меня сегодня комиссия будет проходить по демонтажу нестационарных объектов. Это в том числе пляжные территории. Я думаю, что публикация будет в субботу. И в понедельник-вторник вооружаемся инструментами и начинаем реализовывать наши планы и поручения главы города. На пятницу запланирована встреча с руководителями органов ТОС и активистами. Каждой службе надо быть готовой ответить на вопросы общественников, резюмировала Светлана Яровая. Анапа снова в лидерах. На этот раз в сфере организации школьного питания. В муниципальном этапе конкурса «Лучшая сельская школьная столовая» победила средняя школа села Витязева. Ее повара представляли город-курорт на краевом уровне и вернулись призерами. К культуре питания и обеспечению анапских школьников горячими завтраками городские власти уделяют пристальное внимание. Только в Анапе дважды в неделю все школьники получают молоко за счет муниципального бюджета. В этом году горячим питанием охвачено более 20 тысяч детей. Без малого 99% от общего числа учащихся. В прошлом году капитальный ремонт сделали в столовой и пищеблоке Витязевской школы. В этом году обновили цеха первичной и вторичной обработки. Но что сможет даже современное оборудование без умелых рук поваров? Их формула успеха в любви к своей профессии и детям. То, что вы лучшие, это важно. Поэтому мы сюда сегодня приехали поблагодарить вам, сказать вам большое спасибо за то, что вы любите свою школу, за то, что вы вкладываете в нее душу. Правильно? Потому что если бы не душа, то вы бы, конечно, не стали призерами. У нас есть с вами перспективное выработанное меню. У нас с вами свежие овощи и фрукты, потому что мы живем в благодатном крае, в Краснодарском. Нам не надо никуда ходить. У нас есть свои кубанские производители. К краевому конкурсу команда средней школы номер 3 подошла ответственно. Кубань – край многонациональный. В своем выступлении команда Анапы обратилась к греческой кухне. Жюри сразила национальное блюдо мини-спанакопита с творогом и шпинатом. Экспериментальное блюдо для питания школьников. Наши блюда, которые готовим детям, должны быть не только красивые, но и полезные. Соответствуют всем критериям. Наталья Панарина успешно прошла конкурсное тестирование в знании теории кулинарии. Хотя в поварском искусстве уже много лет. Когда я была в детском садике, мне было 5 лет, я мечтала стать воспитателем, потому что в садике хорошо кормят. И не мечтала стать поваром. Несмотря на сложность конкурсов и профессионализм соперников, команда Анапы признана одной из лучших в крае. Потому что их главные судьи на самом деле ребятишки и их родители. Каждый родитель уверен, что в школьной столовой отрок получит в достатке пищу здоровую, свежую. А узнает он о качестве пищи, завтраки пробуя. И информацию черпает там с уголка потребителя. От школьного питания во многом зависит работоспособность ученика, его настроение и самочувствие. Я взяла рыбу, картошку, огурец, чай, хлеб и яблоко. Почему? Потому что яблоко полезное, а рыба с картошкой мне очень нравится. Поздравляем конкурсантов с серьезной победой и желаем так держать. Ежегодно в Краснодарском крае среди молодежи проводится конкурс социальной рекламы «Открытый мир». Организаторы конкурса стремятся привить молодому поколению принципы нравственности, чувства справедливости и отзывчивости. Обратить внимание общества на окружающие нас проблемы и как можно больше людей привлечь к здоровому образу жизни. В этом конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Также тематика разнообразная, то есть это и спорт, и духовно-нравственное воспитание, также антинарка, историю можно выбрать в качестве темы, добровольчество, волонтерство. Также работы принимаются по таким номинациям, как баннер, то есть социальный плакат, социальный ролик и также может быть свободная тема. Вообще у нас активисты, волонтеры и просто студенты, они очень положительно относятся к этому. Им очень нравится создавать что-то новое. То есть вот такие вот социальные ролики, которые впоследствии можно будет потом увидеть на краевых и муниципальных каналах. То есть передать свой посыл другой молодежи, может быть даже из других субъектов федерации. Работу участников ждут в управлении по делам молодежи курорта до 25 ноября. Подробную информацию о конкурсе смотрите на сайте www.yujak.ru И к другим новостям. День полиции – праздник, который мы отмечаем со всей страной. В этот день по традиции награждают грамотами и благодарностями главы города, полицейских, особо отличившихся в службе за год. Органы внутренних дел – это такой сплоченный коллектив, который сосредоточил в себе практически все элементы, технические, в том числе средства, которые позволяют бороться с преступностью. Но хотелось бы обратить внимание на наш город. В нашем городе трудятся, работают свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Это наш отдел внутренних дел полиции, это сотрудники ГИБДД, это сотрудники рота ДПС, вневедомственная охрана. И сегодня, благодаря вашему труду, совместно с общественностью, с нашими добровольными дружинами, выполняется та задача, которая наиболее важна для нас тем, что мы должны сохранить город для нашего поколения, обеспечить безопасность населения. Были в их судьбе и погони, и задержание преступников, и серьезные расследования. Были и обычные будни, ночные дежурства, работа в праздничные дни, выезды в горячей точке. В память о тех, кто погиб при исполнении служебного долга, по традиции, минута молчания и корзина цветов к монументу славы. Но есть моменты в этом празднике и вне всяких традиций. Рассказ о судьбах полицейских не только о работе. Знакомство с семьями и детьми дает возможность понять, что в МВД работают не только прекрасные специалисты, но и замечательные люди. Среди них семейная династия шагливых. Сергей Валентинович уже на пенсии, успешно возглавляет ветеранскую организацию. Готовится к 170-летию создания Анапской полиции. Два его сына и два племянника достойно продолжают семейную династию. Петр Федорович Билан и Кузьма Григорьевич Лесников, пройдя дорогами войны, и в мирное время достойно стояли на страже правопорядка. В этот день на сцене сын следователя Ирины Пименовой, восьмилетний Максим, рассказывает стихотворение «Жди меня». Его маму этот день на службе, но выступление слушает по телефону. Такие теплые моменты дают ощущение единства одной большой семьи и гордость за причастность к профессии, в которой важнее всего не чины и ранги, а человеческие качества характера, выдержка, самопожертвование, верность, долгу и присяге. Юноши и девушки из городов Краснодарского края соревновались в традиционном открытом турнире, посвященном памяти мастера спорта России подзюдо Давида Болосяна. В спортивной среде Анапы имя Давида Болосяна известно многим. Своими спортивными достижениями он прославлял наш город. Давид трагически погиб в ноябре 2006 года. Для юных спортсменов Давид – пример. Кириак Иосифов, мастер спорта России подзюдо, своего погибшего друга вспоминает с теплотой. Благодаря Давиду я показал такие результаты. На ковре мы были соперниками, ну а за ковром мы общались, дружили. У Давида было качество трудолюбия, и он выкладывался на тренировку в полную мощность, что и позволило ему достичь таких результатов. Более ста спортсменов из Анапы, Геленджика и Новороссийска продемонстрировали свое мастерство в схватках. Семья Петровых приехала на соревнования в полном составе. Младший сын Николай на татаме. Семь лет назад родители целенаправленно привели его в детско-юношескую спортивную школу номер 4. Мы его направили, конечно, чтобы занимался, чтобы для себя набрал форму, ну, для себя был крепким, подтянутым парнем, чтобы смог за себя постоять в этой ситуации. Ну, так, спорт ему понравился, мы рады. Он с удовольствием ходит на тренировки и с удовольствием занимается. Стараюсь приходиться почаще на соревнованиях, ну, и попалеть, конечно, за него. Итоги турнира показали превосходство Анапской школы дзюдо. Почти во всех весовых категориях анапчане завоевали первые места. Поторопитесь! Стартовал конкурс «Милый мамочки портрет». В преддверии замечательного праздника Дня Матери наша телерадиокомпания совместно с Управлением по делам семьи и детей курорта проводит открытый фотоконкурс. Подробности на нашем сайте anaparegion.ru. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 11 ноября в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа, новое поступление, сезонная одежда. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийская, 281. Жилой комплекс «Крымский вал».